Свой 70-летний юбилей отметил руководитель Русского театра драмы и комедии «Народный артист России» Хасан Беджиев, без преувеличения посвятивший свою жизнь служению театру. О творческом пути актёра и режиссёра расскажет Шерифат Лепшокова. 70 лет – это много или мало? Для творческого человека, как Хасан Беджиев, безусловно, расцвет. За плечами огромный профессиональный опыт, от которого зритель только выигрывает. Постановки Русского драматического театра – это всегда событие. Хасан Беджиев признаётся, он любит приглашать разных режиссёров, это позволяет театру не застаиваться. У актёров возникают новые цели. Об игре на сцене Хасан Беджиев знает не только как режиссёр. В прошлом более 40 ролей в Карачаевском театре. А история о том, что привело его на сцену, уже давно стала легендой. 15-летнего школьника из Даусуза заприметил тогда уже известный режиссёр Борис Тахчуков. На конкурсе самодеятельности мальчик удивил его своим умением петь, танцевать и декламировать. Но юный Хасан Беджиев и сам писал стихи. Спустя десятилетия он прочитает их уже нынешним 15-летним ученикам своей родной школы. Я пошёл со всеми вместе на защиту родины своей, Чтоб волю дать кинжалу мести, чтоб враг узнал кавказы сыновей. Одарённый школьник был принят в Тбилисский театральный институт без аттестата. За годы учёбы возникло много творческих замыслов. Все они были реализованы на сцене Карачаевского театра. Но актёрские рамки были слишком тесны для Хасана Беджиева. И он очно учится на режиссёрском факультете. Все эти годы его поддерживает семья, супруга и двое детей. По окончании учёбы последуют постановки в театре и кино. С участием Хасана Беджиева были сняты фильмы «Холл», «Отклятва матери», «Большой капкан». А в 2002 году он становится руководителем русского театра драмы и комедии. И перед ним стоят уже другие задачи. Это очень здорово было сказано. Необходимо вернуть статус русского театра, статус его, в одной из лучших республик национальных Северного Кавказа. Где большое количество русского населения. И мне сказали, этим займёшься ты, потому что сейчас более подходящей кандидатуры нет. И это, считай, приказом. Вот так вот мне сказали. Я сказал, хорошо, ладно, попробуй. Попробовал. Здорово. Прекрасные люди, прекрасный коллектив. Театр обретает новое дыхание. Появляются яркие постановки. Так, спектакль «Васса Железнова» в 2007 году на конкурсе русских театров в Новочеркасске победил в шести номинациях из девяти. Это был бесспорный успех. Хасан Беджиев всё время в поиске. Работа в театре не останавливается ни на день. В непростой период пандемии труппа продолжает ставить спектакли. Актёры надеются, что скоро зрители увидят их новые работы. За эти годы сложилась настоящая творческая атмосфера. Благодаря усилиям Хасана Беджиева появляются молодые актёры, которые дают новый импульс театру. Надо быть каким-то кудесником, чудодействовать, чтобы это держать ещё в каком-то порядке. Хасан, в нём есть стержень. Это человек стержень. По характеру. Это человек очень взыскательного художественного вкуса. И это ещё теплится именно поэтому, потому что он держит всё это. Шерифат Лепшокова, Вести Карачаева, Черкесия.